Проведение президентских выборов на такой обширной территории, как Россия, непростая задача. Часть избирательных процессов передана автоматике. Например, учет количества избирателей в стране и обработка результатов голосования. За оптимизацию выборов с 2000 года отвечает ГАЗ. Выборы. Государственная автоматизированная система выборов. Ее задача – аккумулировать информацию о прошедших и будущих выборах, обрабатывать полученные данные, хранить результаты и делать их доступными для всех. Передача голоса избирателя в базу данных ГАЗ происходит через избирательный бюллетень. Число бланков в бюллетене соответствует количеству избирателей в стране, а также за ее пределами. Информация об избирателях поступает из регистра базы данных ГАЗ. В дополнение к бланкам в точно таком же количестве выпустят специальные знаки защиты марки. После того, как бюллетени попадают на участки, их пересчитывают. Затем каждый бланк подписывают члены УИКа с правом решающего голоса. Ставят печать и наклеивают марку. В таком виде бюллетень попадает в руки избирателя. Форма и система защиты бюллетеня зависят от вида избираемого ящика, который установлен на избирательном участке. Классический ящик из прозрачного или полупрозрачного материала с прорезью сверху. В день голосования ящики осматривают члены УИК в присутствии наблюдателей, а затем опечатывают, пломбируют, вскроют урны только после голосования, когда начнется подсчет голосов в бюллетенях. Бюллетени печатают на белой бумаге. По лицевой стороне бланка проходит защитная зеленая сетка. Текст расположен только с одной стороны. Сверху справа подписи членов УИК, печать комиссии и марка. Комплекс обработки избирательных бюллетеней, КАИП, в такой ящике иногда называют электронной урной или урной со сканером. Сканер считывает отметки в бюллетенях и обновляет результаты голосования. Автоматически проверяет контрольные соотношения. К КАИПу подключен принтер, на который после окончания голосования будет выведен протокол с итогами. Форма бюллетеня немного отличается от обычного. Сверху и снизу бланка есть широкая полоса с частично закрашенными ячейками. Маркер, определяющий уровень выборов. Марку наклеивают сзади в правый верхний угол. На обратную же сторону нанесена защитная зеленая сетка. Комплекс для электронного голосования КЭК. Это машина для голосования на основе сенсорного дисплея. Список кандидатов появляется на экране после активации карты доступа со штрих-кодом. Один штрих-код разрешает голосовать только один раз и только на одном участке. Избиратель выбирает на экране, за кого он голосует. Затем подтверждает свой выбор с серией нажатий. В конце голосования он сверяет результат голосования, который виден на контрольной ленте. Как и КАИП, КЭК ведет подсчет голосов и распечатывает протокол голосования с итогами. За два года уровень автоматизации подсчетов голосов на российских выборах вырос с 6,9% до 11,1%. Это довольно ощутимый рывок, учитывая, что наличие КАИПов и КЭГов на участке увеличивает скорость подсчета в 2-5 раз. Избирательные участки закрываются в 20.00 по местному времени. С этого момента начинается активная работа. Урны вскрывают, достают из них бюллетени, считают голоса. Гасит неиспользуемые бюллетени и карточки доступа. Составляет протокол голосования. В зависимости от типа урн на участке бюллетени считают вручную и вносят данные в бланк протокола или распечатывают тот протокол, который уже создал КАИП или КЭГ. Сегодня большинство протоколов включает в себя QR-код. С его помощью данные очень быстро и безопасно можно передать в базу данных газ. Поскольку территория России разделена на 11 часовых зон, выборы буквально шагают по стране. Камчатка закрывает свои участки, когда в Москве около полудня. Это значит, что обработка бюллетеней в восточных регионах начинается значительно раньше. И к моменту закрытия калининградских УИКов уже есть предварительные данные голосования. После того, как на избирательном участке составили протокол, члены УИКа везут его в вышестоящий избирательный орган, в территориальный избирком ТИК. Здесь QR-код протокола сканируют, выводят на экран его электронную форму. Сверив данные на бумажном носителе и на экране, представитель УИК отправляет цифры протокола в базу данных газ. Сейчас в российском избирательном процессе присутствуют бумажные бюллетени и ручной подсчет голосов. Эти этапы ограничивают прозрачность процесса, делают его неудобным и громоздким для всех участников. Не говоря уже о материальных затратах. Будущее за развитием системы электронного голосования, которая позволит фиксировать политическую волю гражданина и транслировать ее напрямую, без посредников.